...готовящимся к искрещению Святого Анна Златоуста. И он говорит о приметах дней здесь. Огорчает меня нечестие тех, которые наблюдают дни, гадают и думают, что если первый день Нового года и весь год будут проводиться так же. Разве ты не слыхал, что говорит Павел? Наблюдайте дни, месяцы, времена и годы. Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас. Галатам 4 глава. Крайне безумно по одному дню, если бы он был счастлив, ожидать того же в продолжении целого года. И не только от безумия, но и от дьявольского внушения происходит такое суждение. Чтобы не собственной деятельностью и усердным, но круговращением дней предоставлять дела нашей жизни. Счастлив для тебя будет год во всем не тогда, когда ты напьешься пьяным в первый день, и когда и в первый, и в каждый день будешь, а когда будешь делать угодное Господу. День бывает худ или хорош не по своему свойству, ибо день от дня ничем не разнится, но по нашему усердию или нерадению. Если ты сделал добро, то день для тебя хорош. А если ты согрешил, то он худ и мучителен. Если ты будешь так рассуждать и так располагать собой, совершая каждый день молитвы и милостыни, то весь год будет для тебя счастлив. Если же станешь сам не родить, а добродетели, а душевного счастья своего ожидать от начала месяца, и счет одней, то не будет у тебя ничего доброго. Это знает дьявол, и потому, стараясь остановить наши подвиги и добродетели, и потушить душевное усердие, научил приписывать дням счастья и несчастья. Ибо кто убежден, что день бывает худ или хорош, тот не в худой день не станет заниматься добрыми делами, думая, что все делал бы он напрасно, и ни от чего не получал бы пользы по необходимому своему свойству дня. Но и в хороший день опять не станет заниматься этим, думая, что собственно его нерадение нисколько не повредит ему. По счастливому свойству дней. И таким образом, в том и в другом случае, он лишится своего спасения, и считает труды свои то бесполезными, то излишними, будет жить в бездействии и в нечестии. Итак, зная это, мы должны избегать козни дьявола, отвергнуть такое осуждение, не наблюдать дней, не отвращаться одного и любить другого. Злой бес строит такие козни для того, чтобы не только вергнуть нас в нерадение, но и оклеветать дела Божии, желая вовлечь души наши и в нечестие, и вместе в нерадение. Но мы должны остерегаться и ясно знать, что нет зла, кроме греха, и нет блага, кроме добродетели и угождения Богу. Радость бывает не от пьянства, но от духовной молитвы, не от вина, но от назидательного слова. Вино производит бурю, а слово – тишину. То причиняет шум, а это прекращает смятение. То помрачает ум, а это просвещает и помраченный. То привлекает скорби, которых не было, а это прогоняет и те, которые были. Ибо обыкновенно ничто так не производит благодушия и радости, как наставление любомудрие. Презирать благо настоящий, стремиться к будущим, не считать постоянным ничто человеческое, ни богатства, ни власть, ни почести, ни услуги. Если ты будешь так любомудрствовать, то не станешь терзаться завистью, когда увидишь какого-нибудь богатого, и не потерпишь духа от бедности, когда впадешь в бедность. И таким образом можно постоянно праздновать. Христианину должно праздновать не в известные месяцы, не в первые дни месяца и не в воскресные дни, но всю жизнь проводить приличное ему празднование. Какое же приличное празднование? Послушаем апостола Павла, который говорит, посему станем праздновать не со старой закваской, но закваскаю, не закваскаю порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины. 1 Коринфянам 5 глава. Итак, если у тебя чиста совесть, то ты имеешь постоянно праздник, питаясь добрыми надеждами и утешаясь упованием будущих благ. Равно как если ты неспокоен в душе и виновен во всех грехах, то и при бесчисленных праздниках и торжествах тебе нисколько не лучше плачущих. Господу нашему славу в веки веков. Аминь. Спасибо.